Приветствую вас. Условно говоря, можно разделить ответ на ваш вопрос на несколько деталей, да, на несколько таких моментов. Вот, первое, это, собственно, ваша проблематика, а второе, это психотерапия, как, ну, как некий такой объект, который тоже нуждается, как мне кажется, в поискмене. Во-первых, начнем мы, наверное, с вами со второго, дабы несколько было понятно. Понимаете, психологическая помощь, она бывает разная, и разные специалисты по-разному ей занимаются. Если мы говорим именно о психотерапии, то психотерапия, она длительна, минимум год, минимум полгода, вот, оптимальный вариант, это все-таки год, вот, но лучше всего это два, два года, потому что психотерапия имеет накопительный эффект. Собственно говоря, это один из основных параметров психотерапии. Психотерапия имеет накопительный эффект. Что это значит? Что это значит? Если человек принимает решение меняться, если человек принимает решение развиваться, если человек принимает решение, как бы, ну, интересоваться своей жизнью, то на это нужно время. И время на это нужно не маленько. С другой стороны, существует краткосрочная терапия, которая состоит примерно из 10-15 психотерапевтических сеансов. Это имеет совсем другие цели, совсем другие задачи, и там используются несколько другие методики. Разовое консультирование, если вы на это рассчитываете, ну, практически никогда ничего не дает, потому что даже если на такой разовой консультации случается некий инсайт, то есть озарение, все равно привычная модель поведения, она, как правило, перебивает этот самый инсайт. Поэтому для закрепления результата необходима регулярная работа. Но вы вправе выбирать. То есть вы вправе, допустим, прийти к специалисту, да, и сказать что-то типа, у меня нужна там краткосрочная терапия, допустим, я там не хочу заниматься психотерапией, я не хочу там особо разбираться в себе, да, не хочу интересоваться своей жизнью, я хочу вот чисто решить проблему. Да, вам психолог скажет, что, ну, что проблема, любая проблема является производной от вашей жизни, от того, как вы обращаетесь со своей жизнью и со своими чувствами, вот. Ну, тем не менее, это ваш выбор, и психолог, мне кажется, здесь, как бы, отталкивается от того, чего хотите вы. Следующий важный момент, это, вот вы говорите, что делать непонятно. Психолог вам не скажет, что делать. Психологи не дают советов и не дают прямых рекомендаций. Мы помогаем человеку лучше понять себя, мы помогаем человеку лучше увидеть решение, но мы не даем советов. Поэтому, что делать, решаете только вы, потому что это ваша жизнь, не наша. Следующий важный момент, мы уже переходим к первому, это, собственно, ваша проблематика. Здесь, в первую очередь, хочется отметить следующее. Притягивание определенного типа мужчин, в первую очередь, связано с тем, как вы себя позиционируете, в первую очередь, связано с вашей женской моделью поведения. В образе мужчины ничего плохого нету, потому что образ мужчины, которого бы вы хотели видеть, так или иначе, это в какой-то степени вектор. Это не определяющая история, потому что определяющая история все же является непосредственно с нами отношением, непосредственно с нами взаимодействием между людьми. Но образ как вектор, как некая направляющая сфера, как некая направляющая движущая сила, вполне себе приемлема. Судя по тому, что вы описываете, что у вас мужчина определенного типа, это говорит о том, что вы в отношениях принимаете, ну, больше такую материнскую позицию, больше такую родительскую позицию. И, соответственно, материнская, родительская позиция, она, во-первых, дополняет детское поведение мужчины, а, во-вторых, эта модель поведения, в общем-то, исключает возможность для мужчины что-либо делать. Исключает для мужчины возможность что-либо менять, как-либо менять и становиться лучше. Зачем, если рядом с ним есть вы, такая вот мамочка, которая, соответственно, что-то делает. Как проявляется эта самая родительская позиция? Ну, в первую очередь, наверное, стоит отметить проявление силы, когда этого не хочется. Во-вторых, в первую очередь, стоит отметить проявление жертвенности. То есть, это делать что-то для человека через сил. Причем без каких-то видимых для этого причин, ну, то есть, если это не экстремальные какие-то условия, если это не вопрос жизни и смерти, то, как бы, все определяется здесь субъективной стороны. Вы склонны на свою субъективную сторону забивать. То есть, вы склонны ее обесценивать. Вот. Вам не хочется, вы говорите, у меня правила. Вам что-то не годчики, говорите, ну, ладно, я потерплю. Так это выглядит. Вы терпите. И пока вы терпите, вы занимаете ту самую материнскую жертвенную позицию, которая притягивает к вам таких вот мыши. Мне кажется, вы не очень активно выражаете свои желания. Мне кажется, вы не очень активно отстаиваете свои интересы. Мне кажется, вы не очень активно оставляете мужчину с ответственностью за ту или иную ситуацию. К примеру, вы с молодым человеком, своим, ну, или с мужем, приезжаете в какое-нибудь место на такси. В этом месте вы проводите время, и вам пора ехать домой. Вопрос о том, чтобы вызвать такси, скрывает неприятную правду. У вас нет денег. Например. Или такси не работал, или еще что-то происходит, да? Какой-то форс-мажор. И здесь вопрос ваших ценностей и приоритетов. Для кого-то нормально быть в партнерских отношениях в этот момент со своим, как бы, любимым человеком, со своим супругом. То есть вместе искать какие-то решения, если человеку этого хочется, если для него это нормально. Но бывают ситуации, когда этого делать не хочется. Когда вы просто говорите условно, я не знаю, что делать, как бы, помоги мне, пожалуйста. Вот. И вы оставляете таким образом человека этот вопрос решать. То есть, как бы, функционально-поведенчески вы не создаете ситуации, при которых у мужчины не остается выбора. И мужчина не остается один на один с ответственностью за ту или иную ситуацию, с необходимостью принять решение в той или иной ситуации. Потому что он знает, что вы, и вы знаете, что если этого решения очевидно нет, а чтобы оно было начало учиться, вы сами его примете. То есть вы берете инициативу, и вы берете инициативу в свои руки, и формально у вас нет выбора. Формально. Потому что нет альтернативы. Альтернативы не появится, если не давать, если не создавать какие-то предпосылки для ее появления. Поэтому речь здесь можно вести именно о таком поведении. Четвертый. Брак. Это, конечно, серьезно. Это говорит об определенном сценарии жизни. Это говорит об определенной стратегии жизни. Я не уверен в том, что вы полностью эту стратегию осознаете. Но вот в чем я уверен. Вы говорите, мне нужен зрелый, там, значит, серьезный человек, который, там, стремится к своим целям, саморазвитию и прочее. Что здесь мы имеем? Мы здесь имеем тревожность. И очень часто компенсируется тревожность контролем. Мне кажется, что вполне вероятно, что вы склонны многие вещи контролировать. Ну, косвенно на это указывает то, что вы не можете уйти от мыши, которые болеют. Вот, косвенно. А вы это объясняете тем, что у меня такое правило. Мне кажется, что это для вас означает потери контроля. То есть, если с ним, например, что случится, вы будете себя видеть. То есть, есть некоторое недоверие к себе. Есть некоторые проблемы с личными границами. То есть, с ограничением себя от другого человека. И за счет этого есть интеллектуальный контроль. То есть, желание все контролировать. Желание держать, там, условно, руку на пульсе, да. Для того, чтобы, значит, обезопасить в кавычках себя от каких-то, ну, от каких-то неприятностей, там, от любых неприятностей на самом деле. Другой вопрос. Реально ли это сделать? Вот, мне кажется, что на какие-то неожиданности нужно реагировать спонтанно. Ну, потому что это более живая реакция. Вы же, в свою очередь, этого делаете, этого не делаете. И обратите внимание, в вашем тексте есть неуверенность. Ваш текст, он прямо-таки излучает неуверенность. Особенно первый абзац, да, до дополнения, он прямо-таки излучает неуверенность. Он излучает тревогу, он излучает страх. То есть, вы ищете человека, на которого вы хотите опираться. Момент здесь в том, что нет ничего плохого в том, что вы хотите видеть рядом с собой партнера, обладающего определенными качествами. Но, важно, что он вас дополнял. Чтобы он не заполнял вас, а дополнял. И, как мне показалось, с учетом всего многоисказанного, вы пытаетесь на человека опереться. То есть, вам это очень нудно. Вы ищете такого человека. При этом, игнорируя то, что ведь через данного человека вы пытаетесь решить свою проблему. Когда человек пытается решить свою проблему через другого человека, появляется, скажем так, сверх мотивация. Ну и уж точно неестественное поведение. И возникает то, что у вас получается в итоге. Несвободны вы построенные отношения. Нехорадочно вы пытаетесь себя защитить. Ну, посредством другого человека. Но защита превращается в то, что вы берете на цепь контроля. Защита превращается в то, что вы все пытаетесь решить сам. Там ведь очень тревожно позволить другому человеку что-то решать. Но поскольку вы привыкли себя контролировать, да, поскольку вы боитесь, ну, поскольку вы обладаете некоторой привозностью, то, соответственно, вы уже вступаете в отношения, будучи такой вот все решающий, ну, или более активный. Вот. То есть, то есть, то есть, никто вам, никто вам не попадается. Никто вам не попадается. Вы сами выбираете такие, таких мужчин. Потому что с другими вам будет тяжело. Потому что с другими вам придется контроль отпустить. Это воображение хорошо. Воображение хорошо. Все выглядит, когда вы думаете, вот у меня такой сильный, серьезный человек. Но по факту этот человек будет брать инициативу в свои руки. А мне кажется, что на подсознательном уровне вы этого боитесь. Вы боитесь, что вы постараете контроль. Вы пытаетесь себя обезопасить. И сейчас вы думаете, что вас обезопасит серьезный, уверенный в себе партнер. Но вы не знаете, как это. Вы не знаете, как это. Вы знаете, какая штука. Поэтому мужчины приходят к вам именно те, которые могут себя проявить. Мне кажется, что тот мужчина, которого вы описываете, себя с вами проявить не может. Поэтому его и нет в вашей жизни. А есть те, кто могут проявить. Ну, как пазл. Знаете. Вот. Кусочек пазла, он ведь может встать только туда, где ему место. То есть, где для него есть, ну, как сказать, гнездо. Да. Вот. Такая вот история. И основное противоречие, которое я вижу. Вот то, что вас тянет в разные стороны. Это кричащая неуверенность в себе. И, с другой стороны, материнская позиция, гиперответственность, контроль и тревожность. Это вот то, что я вижу. И да, объективно, Ксения, вам одной, ну, как бы, одной консультации вам явно будет мало. Для того, чтобы это подкорректировалось. Потому что, ну, я не знаю, сколько вам лет. Ну, я думаю, очевидно, что не восемнадцать и очевидно, что не двадцать. Значит, вы человек уже достаточно сформированный. Вот. Значит, изменения какие-то будут идти, к сожалению, не быстро. Даже если будут какие-то инсайты. Вот. Поэтому, да, вам, как бы, нужна, ну, нужна помощь. Как минимум, вам нужна кратковременная терапия. Ну, то есть вот 10, 15, 16. Вот. Чтобы решить свои проблемы. Даже если вам так покажется, то говорить не о чем. Вот. Еще один важный момент, это то, что, вот, кстати, одно из мест, где включается ваш контроль. И материнство такое. Вы говорите, значит, вот я сейчас зачитаю. Я сейчас зачитаю, так. Я к психологам обращалась, но там принцип работы с растягиванием времени. Откуда вы знаете? Время, время равно деньги, начинает протест по родителям. А почему вы считаете, что это не нужно? Ну, почему вы считаете, что это неправильный путь? Что конкретно сейчас делать? Не понятно. Видите? Здесь вы пытаетесь переложить ответственность на психолога. То есть понимаете, грубо-грубо говоря, как происходит? Как происходит? Как происходит? А вы, как бы, из материнской позиции, такой, достаточно жесткой, сильной, говорите, психологи работают плохо, тянут, тянут, тянут время, тянут деньги, а про детства родителей разговаривать я не хочу. Грубо говоря. При этом, что делать, я не знаю. Это тут вот у нас тревожный, как бы, ребенок. Но вы не идете дальше. Вы не идете в это состояние дальше. Что делать, непонятно. Вы не идете в это, не углубляетесь. Вам либо страшно, либо вы не привыкли. Вам нужно либо переложить ответственность, либо, значит, рационализировать. То есть, ну, уйти в объяснение, в то, что психологи работают плохо и так далее. Лишь бы не меняться. Вы можете сказать, Андрей, ну, не у всех же есть деньги на терапию. Да, не у всех, согласен. И для этого есть такие моменты, как, например, психологические центры, они бесплатные. Для этого есть грубовая терапия, где объективно дешевле получается, ну, дешевле выходит оплата. Вот. Есть консигантов, разные специалисты, которые разную сумму берут. Разброс в цене очень большой. Понимаете? Выбирайте, какой вам подходит по деньгам, чтобы, ну, чтобы это не было... То есть последние деньги на психотерапию тратить не нужно. Понимаете? Я придерживаюсь того мнения, что психотерапия – это роскошь. Это роскошь. Потому что в наше время являются роскошью позволить себе вкладываться в то, чтобы лучше себя узнать и начать интересоваться в большей степени собой и своей жизнью. Понимаете? А у меня есть только ощущение, что вы себя как раз таки не интересуете. Своей жизнью вы не интересуетесь. И себя вы в глубине даже обесцениваете. Ну, вот такая вот история. И с мужем, вот, ну, многие вещи вы делаете из чувствов вины. То есть вот с мужем, например, как у вас болеет, вы находитесь из чувствов вины. Вы говорите, у меня правило такое. Правило, которое не соответствует вашему эмоциональному состоянию – это не правило. Это догма. Это догма. Нет ничего плохого в правилах, если правило помогает вам реализовывать ваши ценности. Но если вы реализовываете ценности, а сами этого не хотите, то ценность или это? Может быть пришло время пересмотреть ценности. Поэтому я предлагаю вам честно ответить себе на вопрос. Вы меняться готовы? Вы разбираться в себе готовы? Если нет, или нет возможности, нет денег, тогда, собственно, вы готовы к тому, чтобы хотя бы поприслушиваться к себе и постараться услышать, чего вы хотите. Даже если это не будет созвучно тем правилам, к которым мы привыкли решать. На самом деле, когда вы говорите, что конкретно делать, непонятно, да, вы ещё более зависимы становитесь. Ну, если не от психолога, да, то от жизни, что несчастливы, несчастливы и так далее. Ну и тоже можно задать себе вопрос, а моё вот несчастье, да, моя неудовлетворенность с мужчинами, она стоит тех денег, которые, например, я пытаюсь экономить, не занимаясь психотерапией? Или она, или вот такая моя жизнь стоит, например, упорство в том, чтобы требовать какой-то инструкции к действию? Понимаете? То есть, ну, ведь, понимаете, какая штука, мне кажется, что, ну, вот, любой человек, любой абсолютно, кто угодно, приходит в нашу жизнь, когда мы к этому ГПО. То есть, если условно я готов к тому, чтобы в моей жизни принялись к какому-то человеку, он, скорее всего, появится. Понимаете? То есть, это, вот, мне кажется, это работает вот, ну, примерно так, плюс-минус, 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 вот. И если в вашей жизни какого-то человека нет, значит, вы к этому ещё не готовы, значит, вы с этим человеком взаимодействовать не сможете. И внезапно это правда. Ну, то есть, внезапно это действительно так. То есть, вот, ну, я надеюсь, исходя из того, что я вам сказал, да, вы понимаете, я надеюсь, чуточку... Ну, я на самом деле надеюсь, не чуточку, но я надеюсь, вы понимаете, как обстоят дела. Поэтому решайте для себя, решайте для себя сами, вот, это ваша жизнь, за вас никто проживать её не будет, что мне кажется, в принципе, нормальным. Вот, и обращайтесь, если у вас появится желание и возможность поработать. Но, повторюсь, не ждите, что всё будет как вам удобно, и не ждите, что ваша жизнь станет проще. Она не станет проще. Вот, она сложнее. Психотерапия это то, что делает жизнь сложнее, понимаете? Психотерапия это то, что делает человеческую жизнь сложнее, а не легче. И я надеюсь на то, что вы однажды будете к этому готовы. Вот. Что вы можете делать сейчас? Что вы можете начать делать сейчас? Ну, грубо говоря. Что вы можете делать сейчас? На мой взгляд, то, что вы можете сделать сейчас, это следующее. То, что вы можете сделать сейчас, это начать интересоваться своей жизнью собой. Что это значит? Ну, в первую очередь, если мы говорим о том, что это значит, в первую очередь. Интересоваться собой означает замечать в себе различные реакции. Какие? Какие? Ну, например. Вот что, заметьте в себе или постарайтесь в себе позамечать до пяти различных переживаний. До пяти различных чувств. Вот. Когда, когда общаетесь, например, с кем-то из людей. Да даже с мужа. Пять различных переживаний. Пять. Сможете? Если сможете, если сможете, то будет прекрасно. Если сможете, будет замечательно. Вот. Если сможете, то можно будет с уверенностью сказать, что у вас есть неплохой старт, как бы для начала работы над собой. Вот. Конечно, не только это нужно, но это то, что вы, мастер, сможете сделать. И следующий вопрос, который вам нужно задать, а как я могу это, например, как я могу это воплотить в контакт? Как я могу это воплотить в жизнь? Да. Как я могу разместить в моём диалоге, например, с человеком, да, то, что я ощущаю, то, что я чувствую. Следующий момент. Когда вы что-то ощущаете. Ну, когда происходит какая-то ситуация, вы что-то чувствуете. Остановитесь на секундочку и спросите себя, что я хочу, что я хочу в этот момент. Как я относился к тому, что я чувствую. И что бы я хотел с этим делать. Мне кажется, это такие вот довольно-таки базовые моменты, могут вам существенно помочь понять себя и лучше ответить на вопрос, что вам делать. Хотя, понятно, что сразу это вашу, ну, проблему не решить. Вне всякого, всякого, вне всякого сомнения. То есть, вне всякого сомнения, как бы, есть определённые сложности, которые у вас могут быть и с ними, вот с этими сложностями. Вы можете сами не справиться. Ну, просто потому, что у вас есть такая достаточно привычная, я бы сказал, модель поведения. Вот. Которую вы сами можете не замечать. Вот. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Вот. Ну, это так или иначе то, что я хотел вам сказать. На данный момент это, пожалуй, всё, что я хотел вам сказать. Я надеюсь, вам это было полезно, я надеюсь, вам это было интересно, я надеюсь, вы сделаете для себя какие-то выводы. Ну, а я буду ждать от вас обратные связи, буду ждать от вас какого-то отклика, буду ждать от вас, значит, ну, какого-то такого ответа, да. Вот. И надеюсь увидеть себя, что что-то решить. Вот. Всего вам, всего вам самого доброго, удачи и успешного разрешения вашей ситуации. Будем на слезу. 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 Слезу.